Ой, вау, вот это у нас прям вне задержки мы сидим сегодня. Это Санни Майфин, здравствуйте, это вновь он, и он нам показывает прекрасную игру Evergate. Да, которая релизная в 2020 году, как я и сказал. И у нас был небольшой... Да, был... Было... Донейшн инсентив... Было, грубо говоря, на надгол, на цвет огня. Нашего Духовного Огня. Да, у нас сейчас будет немножко времени на то, чтобы узнать эту игру, потому что мы будем стартовать с... Так сказать, обучения, как незабавно. У нас не стартанул таймер, как и... Это Evergate, игра платформер пазл. У нас будет 75 уровней здесь проходить. Вся игра, на самом деле, очень сильно напоминает, вы знаете, что... Многие другие платформеры по типу Хэллоу Найт и Ори. Они, на самом деле, очень похожи. Да, и вот мы... А, окей. Да, это наш персонаж, Кий. Мы пытаемся возродиться. На самом деле, у нас особо лора в этой игре немного, поэтому на нем я не буду заострять внимание вообще. И у нас котик напал на раннера. Кошащая атака, они захватят наш мир. Да, тем временем, нас учат прохождению пазлов. Да, у нас есть луч, как я говорил, он у нас фиолетовый, потому что мы собрали Донат Голл. Луч у нас дается, соответственно, в мышку. Также раннер обмолвился о том, что он будет использовать одновременно и мышку, и контроллер там, где это удобно, там, где это нужно. 13 минут уже. Кажется, нас попросили рестартануть. 5 юрдов. Куда у нас немножко сетап пошел не туда, куда нужно. И мы немножко сейчас зарестартим. Это все из-за котика. Это все из-за котика, который напал на раннера. И мы вновь готовимся к старту. И ферст страйд старт у нас через 3, 2, 1. Я не попадаю 100%. Вот, Эвергейт. Прекрасная игра, пазл платформер. Да, 75 у нас уровней будет проходиться. У нас раннер буквально ресетает всю свою... Кажется, он просто нажал, знаете, на спустить заново видеозапись, потому что он буквально повторяет свою, так сказать, речь заново. Даже сердечко в камеру показывает за Донета, за Donation Incentive. А вообще, как я уже говорил, на контроллеры, по-моему, нету прицела, поэтому, когда мы будем свапаться на контроллер, у нас он будет пропадать. Возможно, я немножко ошибаюсь с пропаданием, потому что я смотрел только на контроллеры. Но это ничего не меняет толком. Посмотрим, как это будет проходить. Увидим с момента. Вот, сейчас мы получаем себе возможность этот луч испускать из себя. Этот луч – это основная наша механика прохождения паззлов. Да, эта смерть, она может делать как хочет, то, как хочет, и ей не страшно. Здесь мы поворачиваем, так сказать, кружок. На самом деле, таких паззлов в игре не будет, не совсем понятно, почему нам именно вот такое показывает. Ну, будет, но в ближайшее время у нас будет происходить абсолютно другое. У нас будет механика прохождения через кристаллы и различные платформы, да. Да, пейте водичку, ребята. Водичка важна. Да, мы прошли первый, так сказать, обучающий уровень. И да, ребята, у нас пока что рановато, рановато рекомендуют нам поиграть в эту игру, потому что мы еще толком ее не увидели, но со временем мы поймем, что она реально кайфовая. Да, тем временем, первый мир, у нас пока что будет только один кристалльчик для прохождения. Они будут появляться из книг, которые сейчас у нас появляются. Это нас проводят по памяти нашей, по нашей памяти. Вообще, говоря о сеттинге игры, это Китай, история с перерождениями. И музыка саундтреков этой игры в основном берется из китайской культуры. Но также вообще по всему миру была записана, так что мы с прохождением будем замечать разную саундтрек. У нас, благо, трансляция в этом году очень громкая. Не очень громкая, а в правильной громкости. Теперь мы можем слышать на самом деле звуки игры. Сейчас мы видим механику кристалликов, это оранжевые кристаллики. Со временем у нас будет больше, больше, больше и больше кристалликов. Мы стреляем по кристаллику, и неважно, где мы находимся, мы, если попадаем в кристаллик, получаем буст от него. От оранжевого он толкает нас в сторону... Знаете, как сказать правильно? В другую сторону, нежели мы выстрелили. То есть мы получаем себе скорость. Также у нас есть артефакт, который мы разблокируем по мере прохождения игры. Вот, например, сейчас у нас есть удачливая ловушка, да, лягушка, которая увеличивает наш буст на 20%. Также у нас вскоре откроется артефакт на 20% скорости передвижения. Да, и пока что вы видите, насколько, какой раут прохождения в спидране интересный. Мы скипаем 90% платформеров, и проходим просто по кристаллам. Так, в принципе, и будет проходить долгое время. Сейчас у нас, кстати, как я уже сказал, будут открываться новые кристаллики. Следующий кристаллик мы сейчас сможем наблюдать на наших экранах. Так что мы переносимся в новый мир. Следующий кристаллик это платформа. Но стреляя по этому кристаллику, он создает платформу под нами. Да, сколько я понимаю, сейчас у нас раннер на контроллере. Да, и на следующем уровне, на этом уровне, нас уже встречают эти ужасные привидения, которые пытаются нас достать. Они атакуют нас, и если задевают, будут рецайт уровня. Да, как раннер у нас сейчас отмечает, достаточно очевидная вещь, но эту игру можно пройти далеко не одним путем. Тут, на самом деле, каждый уровень можно пройти очень большим количеством способов. И скипов в этой игре, на самом деле, очень большое количество. Раутинг этой игры был что-то необъяснимо интересное. Да, и когда мы проходим эту игру, на самом деле, очень приятно. Знаете, что вот этот момент, когда ты проходишь игру, и делаешь какой-то, тебе кажется, незадуманный раут разработчикам, и ты такой, я обыграл эту игру, изи! А вот, что-то подобное, да. И это, на самом деле, очень даже интересно. И очень скоро у нас будет один из самых сложных скипов в этой игре. На первом уровне будет ресетабельный прыжок. Кстати, у нас новый кристальчик, да, как я уже говорил, у нас будут кристальчики открываться. Новый кристальчик — это огненные шары. Да, сейчас мы можем наблюдать тот самый пипоз. Там, мы, как видим, поджигаем платформу, и нам нужно успеть сделать прыжочки, чтобы достать до верху, и у нас все получается, это отлично. Да, мне надо привыкнуть к отсутствию задержки для меня. Да, как я уже сказал, этот кристальчик Fireball генерирует. Как только мы стреляем в этот кристальчик, дальше по нашему лучу идет огонь, и благодаря нему мы можем уничтожать различные платформы. Да, и сейчас у нас открывается хвост, который мы будем, наверное, использовать, если раннер захочет, потому что он дает нам 25% скорости. Как только раннер захочет, он его сможет использовать. Возможно, он их захочет. Да, подсказывает, что огонь распространяется только по белой поверхности, то есть по живой поверхности. Насколько я помню, это что-то связано с... соул материи, душевной материи, вот эта белая часть. Да, вот этих драконов, кстати говоря, я забыл упомянуть, но это, наверное, уже было понятно. Если мы их поджигаем, то они начинают двигаться. И да, это конец третьего мира, и дальше у нас вновь будет открываться четвертый кристальчик. У нас будет их всего, по-моему, то ли шесть, то ли... Посмотрим, в общем, ближе к делу. И пока у нас засчитывают донатики. Да, залетает донатик в 250 долларов от члена комьюнити. И сейчас у нас, на самом деле, новый кристалл, позволяющий нам телепортироваться. Да, мы очень быстро прошли этот уровень. В общем, телепортирует у нас таким образом, что мы просто появляемся на месте этого кристалла, то есть мы меняемся с ним местами, но сам себе на наше место не возвращается, он разрушается, но не суть. Да, и это самый короткий мир в игре, потому что здесь большое количество таких кристаллов с телепортами. Да, кстати, немножко я не заметил, когда он свакнул артефакт, но он уже бегает на... Лево сверху мы можем заметить на Firecracker Tail. Это, насколько я понимаю, по картинке это такой салют, в общем, хвостик, который... Нет, это Санни Маффин, тот Коверт Маффин. Да, у нас много... Маффин это же... Тут остатка, то ли вафелька, то ли, по-моему, вафелька. Я могу просто путать, никогда не задавался этим вопросом. Текстик, окей, да. Телепорты не особо сломаны, просто ранее проходит таким образом, что это выглядит сломано. Да, и следующий кристалльчик у нас такой треугольник, который позволяет нам стрелять стрелами. Это нам понадобится для разрушения стен. И давайте не будем называть это убийством охотой на... Даже не знаю, как их назвать. В общем, охота на оленей, но это не обычные олени, можно будет догадаться. Душевные олени, в общем. Да, и этот уровень довольно простой. Мы будем лечить карабу, который в этом уровне вот здесь. А, карабу, как-то так назвал его. В общем, да, вот эти вот животные, они, насколько я понимаю, не настоящие. Душевные. Ну, они не совсем олени, но ладно. Это другие животные, но они очень похожи на оленей. Да, также мы, кстати, можем эти стрелы поджигать, если наш выстрел проходит через огонь. Да, здесь у нас уже страшный раут. Как вы можете заметить, кое-как мы справились. Да, вот вы, опять же, можете заметить уже, какие у нас, так сказать... Тимбиозы происходят между кристальчиками, я вспомнил слово. На этих животных не олени. Да, это олени, которые не олени. И да, нам нужно их подстреливать, чтобы открывать проход до конца уровня. Да, это конец мира 5. Большая концентка, которую мы должны посмотреть. Да, как я сказал, история в этой игре особо незначительная. И раннер буквально говорит, что... Ну, здесь у нас происходят лоры, можно пока почитать донат. Сегодня мы идем в мире 6. Кристаллы здесь, которые являются кристаллы. Я люблю этот событий, и надеюсь, что все остальное. Спасибо и счастье! Счастья! Я говорю, пул, потому что у вас моментум, как вы можете передвигаться. Очень напоминает нам механику из Celeste. Здесь у нас корнер клип. Мы можем заметить, как раннер идет влево, чтобы прыгнуть обратно на платформу. Так, цепляясь за краешек, он получает больше высоты. Да, вот сейчас мы можем это заметить. И ему нужно задеть... Задеть... Кристаллик, чтобы создать себе пустоты вокруг себя и быть свободным в своем прохождении. Да, отлично. У нас получается... Дыровматерия, да, что за подобное. В общем, создается сфера, не сфера, а кружок, по которому мы сможем свободно перемещаться, ездить, летать. Одна из вещей, что очень хорошая в этом игре, это не очень сильно перемещается. Если у вас случится что-то, вы сможете рестартировать уровень очень-очень быстро. В общем, как Кендер Супер Мит-Бой и другие игры. А эта игра, на самом деле, для спидран очень приятная, потому что она не особо наказывает тебя за ошибки, потому что очень быстро можно рестартануть уровень и восстановить все, что ты накосячил. Но это не означает, что она простая, абсолютно. И раннер отмечает, что этот мир один из сложнейших, по его мнению. И последний уровень в этом мире будет один из самых сложных для раннера. У нас есть маленький микро-леж, чтобы уходить на эту инвестиционную платформу, который позволяет нам скопить хорошую часть уровня. И вот этот вот здесь, я должен иметь, в основном, правильный работа, чтобы уходить на эти спайки здесь. Так что я использую игру «Слодон», и, надеюсь, это хорошо. Хорошо, первый попробуем. Очень красиво, очень хорошо получилось. Да, у нас в очередной раз комбинация нескольких встала. И последний уровень этого мира, о котором раннер так и опасался. Ушел, отлично. Очень тихие хлопочечки. И опять читаем донатики. Я имею в виду 50 долларов и 5 центов от «Поэтикс», которая говорит огромное спасибо не только игрокам и комментарию, но и техническая команда, которая поддерживает это очень красиво и красиво. Хорошо. У нас уже немного другой мир, как можно заметить. А «Седьмой мир», это... Сложно сказать, какой город. Но это очень выглядит как какая-нибудь... Сложно сказать. Очень сложно. По фонарям я бы сказал какая-нибудь Англия, но это... Это может быть и что угодно вообще. В принципе капов. Пят, давайте свои догадки в чатик закидывайте. Какой это город? На что это похоже? Возможно, это как волейбол. Мне кажется, это как волейбол. Это только контроллер. Вы должны отбросить на конструкцию. который просто не возможно на кейборде и на мазке. Так что мы называем это как «четовый контроллер». Но это самая быстрее способа отбросить этот уровень. Просто потому что они так неизвестны в том, как они выглядят. И в том, как они выглядят. Так что для этого уровня я использую пи-борд и мазки. Даже если использовать... Есть такое, что руины после войны, но... Город-то какой-то. Очень интересный. Готэм электростайм. Твертого плаща город. Омск, Питер. Барнаул. Все возможно, чат, все возможно. Да, и здесь у нас такой ски-пост. Очень интересно, потому что мы выстреливаем в кристалл за нашим экраном. И пролетаем спокойненько. Да, тем временем у нас уже 7 кристаллов открыто. Восьмой мир. У нас 25$ от LumaLevy, который говорит, что я смотрю SGDQ за несколько лет. И это всегда потрясающее время. Благодаря всем сотрудникам за вашу потрясающую работу. И всем игрокам за их великолепные игроки. Добро пожаловать всем, за конец этого ивента. Капа. Великолепно. В этой сцене мы познакомились к Хаффу. Он, опять же, восьмой мир. Да, и вновь у нас восьмой мир. И открывается новый кристалл. Который притягивает нашего главного персонажа, главного героя Ки. Когда мы стреляем по этому кристаллу. Работает как, примерно, как крюк кошка. Также, кстати, хочу отметить о том, что раннер у нас свапнул артефакт. И теперь он на 20% быстрее и сильнее притягивается к этим кристаллам. У нас теперь есть механика с огненным дождем. Когда мы задеваем, точнее активируем рычаг, грубо говоря, нажимаем на кнопочку. У нас падает с неба огонь, который открывает нам конец. Иногда, когда это необходимо для решения пазла. А вот та самая, грубо говоря, колокольня. Я не могу разобрать это. Это похоже на какую-то книжку и колокольня одновременно. Сейчас мы, кстати, не укрываясь от огня, мы сделали, грубо говоря, скачок через него благодаря кристаллю. Что, на самом деле, выглядит как intended механика. То есть, задумано разработчиками. Таким образом, мы хотим идти полностью вверх. Переходя на огонь и идти прямо к стене. Да, я увидел, что ты начался с этим и практикал вчера. Да, когда мы делали рун-тру этого прошлого дня, этот уровень мне, я думаю, 6-7 попыток. Так, и это один из самых длинных уровней в этом мире. Это просто... Это больно, когда ты встал. Да, это... О, это очень хорошо. Очень хорошо, чтобы получить этот первый раз. Но, да, тем временем у нас происходит лор-момент. На нас нападают кошмары. Так, у нас есть маленькие спири, и мы должны помочь им. Но прекрасная старуха с косой помогает нам. Сбавляется от этого. Да, как я уже сказал, лора этой игры особо-то не важен. Хех. Девятый. Девятый кристальчик. Девятый кристалл, как я уже сказал 27 уровней у нас будет. Кто-нибудь читал уровни? Да, и сейчас у нас появился, грубой говоря, двойной прыжок. На самом деле, он не двойной, а дает нам просто дополнительный прыжок к выстрелю по кристаллу. Они комбинируются. И да, у нас такие странные шестиугольники. Это эти шестиугольники, которые запрещают нам, не дают использовать Soul Flame, то есть нашу основную механику использования кристаллов. Выстрел, луч, который мы спускаем из себя. Поэтому очень важно не находиться в них. То есть, используя маленькую шестиугольник, а потом получать прыжок кристаллу, чтобы перейти до конца уровня. И теперь мы уже в следующем уровне, и мы просто берем какие-то шестиугольники, чтобы получить прыжок кристаллу. Да, вообще, начинаются уже какие-то невероятные рауты прохождения игры. Потому что видно, насколько большой и сложный этот уровень для казуального прохождения. В то время как спидранер просто находит способ сделать прыжочек с начала до конца. На самом деле, углы в этой игре очень важны. Прыжки не так просты, как кажется. И... вообще, клевая игра. Вот. В этой игре все не так просто, как кажется. Даже если кажется тяжело, то на самом деле еще тяжелее. Вновь у нас заканчивается мир. Это был девятый мир. И мы подходим к боссфайту. Если до этого мы перемещались по памяти с помощью вот этого портала, то сейчас мы уже воюем в таком, собственно, хабе. Сейчас будем накидывать этой птичке. И мы сейчас активировали, взяли, грубо говоря, на деле артефакт, который позволяет нашим стрелам авто аимиться. Так сказать... Как это слово по-русски-то? В общем, они самонаводящиеся стрелы, вот то самое слово. И нас тащат вновь наверх. Чтобы к следующему миру уже отправиться. У нас залетел донат от разработчика игры. Правда, он закинул всего 5 долларов. Знаем, что это могло бы означать. Очень большое длинное сообщение Попо о том, как он уважает комьюнити. О том, как ему нравится наблюдать за тем, что происходит в спидране этой игры. О том, как он рад, что эта игра попала на ГДК еще раз. Да, это не первый раз, когда эта игра на ГДК. Был марафон, который... Я немножко забыл название, но, в общем, уже было на ГДК. Не совсем ГДК марафон был, но, в общем... Один человек нет командой, по-моему. Да, можно загуглить по поводу команды отработчиков. Да, и сейчас уже стоит обусловиться о том, что... О чем говорили мы в начале. О том, что эта игра очень, очень, очень клевая. И очень рекомендуем поиграть, потому что... Если вы давненько хотели поиграть в какой-нибудь платформер с очень интересными механиками, то это ваш вариант. Да, и здесь у нас Freefall. Мы немножко заруинили, упали. Да, кто-то в чатике уже прошел. Рекомендую пройти еще раз. Да, и десятый мир у нас пройден. Это была финальная... Да, это была финальная книга игры. Десять кристаллов у нас по итогу. Возможно... Нет, сейчас мы получим финальную книгу. Не знаю. Да, сейчас мы получаем финальную книгу. Одиннадцатая. Сейчас у нас... Да, немножко лора в этой игре. Я упустил. Но насколько я понимаю, вот этот персонаж... То ли его назвали Хат, то ли Ха. Мы сейчас будем за него играть. За его воспоминания, грубо говоря. И проходить с другой перспективы те же самые уровни. Вы можете... Вот еще одна причина поиграть в эту игру. Чтобы лор... Я вам абсолютно его не объяснял. Он, на самом деле, как я уже говорил, для спидраны не особо важен. Его особо не объясняют даже сами раннеры. Комментатор. И чтобы узнать лор этой игры, вы можете пройти ее сами. Оп-пи-оп. Это очень интересный момент, потому что... На этом уровне мы прилетаем через верх. И это возможно только на контроллеры, потому что... По какой-то причине клава-мышь не позволяет нам летать за... На VR не поранить без контроллера. Вот так вот. На VR не поранить без контроллера. Вот так вот. Так вот. Так вот. Кристаллы здесь... Когда вы их брали... Они из-за того, что... В смысле, вы их использовали инфинитную. Так вот. Так вот, просто инфинитно увеличиваясь до конца. Да. И мы здесь используем, да. Кристаллы, которые мы до этого использовали, которые находились на уровне. Сейчас у нас их бесконечное количество до того момента, пока мы стреляем по соул... По душевному покрытию. По белому покрытию. И можем вычтиться до момента, пока нам не надоест. Просто до конца. Да. Сейчас мы видим, у нас есть дабл джамп. Кристалл. Кристалл дабл джампа. Вапаемся на огонек. И полетели. Разрушая все. Ставьте стены на своем пути. Очень близко было к смерти. Но нормально получилось. Все хорошо. И мы находим Ха. И начинаем с ним разговаривать. И они мерятся. И по-моему они совместились вместе. И мы возвращаемся в китайскую секцию игры. Первый мир. Это очень милая, милая история. Я рекомендую. Которую мы не будем. Узнавать. И у нас есть небольшое время перед настоящим концом рана. И можно пока зачитать донатики. 50$ от Pandora. Он говорит. Первый раз с работой. Очень счастливым. И наконец смогли поддержать. Эта ситуация была потрясающая. И большая часть моей жизни. В последние годы. Да. И они восстанавливают баланс. Я не знала. И я также научилась, что нужно сохранить фреймы. Так что, извините, животные. Сейчас мы плюс-минус начинаем понимать. Кто они такие. Потому что это все были души. Души. Людей. Которые пытались пройти путь перерождения. И потом 250$ от Virtual. Которые сказали. Я люблю GDQ. Спасибо за воспоминаниями. Хорошо. И я думаю, что мы будем делать наши шоу-туты. Потому что, опять же, у нас есть еще больше Болро. Которые происходят. И еще больше шоу-тутов. И еще больше, когда кредиты вступают. Так что, у нас есть шоу-туты? Я хочу просто шоу-туты перед тем, как таймер остановится. Я думаю, что они кидают шоу-туты. Ребята, я к сожалению, шоу-туты не смогу переводить. Потому что я не понимаю, кому они их кидают. Это просто приятная и интересная история. Которую мы ничего не поняли. Поэтому ребята очень рекомендую играть. Очень рекомендую. Я был один из первых людей, которые я увидел это игре. Прежде чем я купил это. Поэтому, конечно, огромный шоу-тут к Статмаре. И как только у нас будет черный экран, у нас время. Это время. Чат. 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 Джиджи. И да, ребята. Пускай это Джиджи для основной игры. Это Клапа. Но, так как у нас был еще инцентив на то, чтобы поиграть дополнительные уровни, бонусные уровни, мы сейчас будем их смотреть. Да, это Клапа, это Клапа, безусловно. Это конец рана. Но у нас будут еще небольшие бонусы. Клапа. Хорошо. Хорошо, мы готовы на таймер? Хорошо. Итак, вот эти уровни бонусы. Эта инцентива была сделана вчера, что абсолютно фантастично. Мы получили 5 тысяч долларов от MSF. Итак, эти уровни, каждый раз присутствует с различным миром. Очень рад раннер тому, что сделали такой инцентив. Он даже сам вложился в него. Стамо донат получается. Я шучу. И мы будем проходить все 9 этих уровней. Очень-очень быстро. Только их тут 9, да. Дается обратный отчет и поехали. Это, как мы уже знаем все механики этой игры, сейчас я уже буду, может быть, какие-то пог-мометы отмечать. Здесь мы таким образом делаем гигантский прыжок и перепрыгиваем весь пазл. Вновь котик вернулся на диван. Да, очень интересный саундтрек в этой игре. Потому что у нас есть... Да, кстати, у нас появились ботиночки, которые позволяют нам полететь, как только мы их надеваем. И мы их свапаем просто несколько раз. Однако, если вы выберете артифакты и закрепите меню на самом же фрейме, вы можете выбрать артифакты и уровень, без того, чтобы их расстрелить. Да, очень интересно. Это на самом деле фреймперфингный момент, когда нам надо сменить, чтобы это сработало. Открыть меню, чтобы это сработало. Так, открывая из-за свапированных артифактов. Так, посмотрите, что может быть interf казалось? Это способática, чтобы понять, что времени в Club Крышня-нижалитет, И по-разному-могу, чтобы держать. Удèse в облегчение, чтобы держаться в этой вidadе! По-разному, чтобы закрепить ее облазение, но на matin-крышнее. и здесь у нас большая комбинация огненных кристаллов которые позволяют нам долго-долго ликеть мы видим такое большое меню, это меню артефактов, каждый из этих артефактов имеет это не повторный ран, это бонус уровней которых не было показано на нашем ране это бонус уровней в игре в принципе здесь мы пытаемся заобузить артефакты артефакты доноса поищивает артефакты доноса поищивает . . . Да, и мы можем наблюдать, сколько у нас У нас очень много бустов И у нас здесь... Ай, чуть-чуть не хватило И он... Ты пытался убить их, и... Ахахахаха Это как-то красиво, мы должны попробовать Мы пытались пофлексить, но не получилось Да, ребята, это был конец бонусных урней, и в принципе конец Эвергейта на этом, на нашем ГДК Эстимейт, спасибо за донаты Да, ребята Донат Глобу Я очень рад, что мы смогли Сладиться этой прекрасной игрой на ГДК Что вы посмотрели это вместе с нами На нашем официальном русском рейстриме Мы очень стараемся здесь для вас Для того, чтобы русскоязычная аудитория тоже могла смотреть ГДК без знания английского Так что да Если Вообще Если вы правда нам благодарны и так далее Потому что Наши ребята все Вообще вся эта организация строится на Максимальном энтузиазме И в принципе Абсолютно каждый здесь комментатор Мы ничего не получаем за это И нам просто это нравится Мы просто это хотим делать И радуемся тому, что у нас есть такая возможность А зрителям я могу все что сказать Если вы хотите Отблагодарить как-то комментаторов Которые здесь стараются для вас всю неделю Вы можете в принципе просто прыгнуть к ним на стрим Там зафолвиться и сказать у них на стриме О том, как вы благодарны им Потому что Да, на самом деле Такая возможность есть Потому что большинство из наших комментаторов Умею свои твич каналы И регулярно на них стримят спидраны